Друзья, я вас приветствую на моем канале о машинах с Федором Ягудином. И тема сегодняшнего нашего разговора – внешность и интерьер нового Mercedes S-класса в кузове W223, который рассекретили в Поднебесной, скорее всего, его привезли на презентацию, и какие-то хитрые китайцы сфотографировали внешность и интерьер. Ну, что можно сказать? Внешность изменилась кардинально. Можно даже отметить, что революционно. Отказались от задних вертикальных фонарей, теперь они горизонтальные, в стиле Е-класса и ЦЛСа. Вместо двух хромированных вставок осталась одна. Изменилась и радиаторная решетка, теперь она напоминает семиугольник с немного скругленными краями. Мы видим, что Mercedes в МГ-пакете. Также мы можем обратить внимание на то, что визуально он кажется более приземленным и выглядит шире предшественника. Посмотрим интерьер. В интерьере тоже кардинальные изменения, и если предыдущий интерьер 222-го перекликался какими-то деталями, контурами с 221-м, то в новом интерьере всего этого нет. И обратите внимание, традиционная классическая фишка с часами теперь отсутствует. Также отказались от сдвоенного планшета из двух экранов, и теперь посередине большой iPad, ну если можно так сказать. Этот iPad сдвинул воздуховоды наверх, которые напоминают в кроссоверах ГЛС и ГЛЕ, и по бокам также они прямоугольные, отказались от круглых форм, которые, на мой взгляд, были очень удачными, и делали салоны Mercedes в уходящем поколении более престижными, можно сказать даже роскошными. Этот интерьер минималистичен. Руль такой же, как на рестайлинговом E-классе. Сзади мы видим дисплей посередине, такой же, как на 7-ке BMW. Экран, который, видимо, можно будет взять в руки. Друзья, мне очень интересно ваше мнение, ваши комментарии, как вам. Интерьер и экстерьер нового Mercedes, и я пока не буду говорить свое мнение, хочу почитать ваше. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы включить уведомления, потому что самое интересное впереди. Всех благ вам!